Всем привет! Сейчас будут новости. Итак, значит, сегодня у нас 19 апреля. И, да, давайте сначала с манги начнем. С манги у нас такая ситуация, что школьный переполох мы почти что полностью перевели. Я думаю, что с понедельника начнем заливать главы. Да, это самое, тайп уже вот досюда вы готов, до 274 главы. Еще вот эти вот три главы, они в переводе полностью закончены. Осталось только мне затайпить и корректору поверить на ошибочки. Вот эти главы, они полностью проклинены. Осталось только их перевести и затайпить. Ну, перевод, тайп и корректор. Вот. Далее, что сложно здесь составляет странички типа вот таких. Вот там какие-то экстра странички к последнему тома сделались. И они, да, вот в таком вот плане выглядят. И, ну, тут надо переводить с японского. То есть на английский это дело не переведено, поэтому я сижу, перевожу это дело с японского. Ну, заодно качаю, конечно, свои скиллы в этом деле. Вот. Бывают, конечно, это самое, странички и похуже. Вот типа вот такой. Но она, по-моему, одна такая страничка. Там такая, да, получается, Сэйю от Лалы ответил на два вопроса. Вопросы здесь, ну, думаю, сами кому надо, тот потом увидит, что там за вопросы такие. Не будем сейчас спойлерить сильно. Вот, вот такие странички, конечно, они сильно такие затягивают. Ну, не что, сильно затягивают. Вот часа, наверное, два, наверное, перевожу такую страничку. Да и то, как бы до сего момента. Я сколько, четыре части такие, четыре страницы такие перевела. И, ну, пока что мне везло. Всё было понятно, всё было хорошо. Вот я думаю, что на опроснике от Лалы мне будет немножко сложновато, потому что там большой текст. Ну, ну, посмотрим, как получится. Вот, далее что? Далее у нас идёт Назаки. Назаки очень давно мы не переводили. Я это самое, пока что все силы на школьный переполох пихаю. Хочу всё-таки закончить это дело, да. Ну, и Назаки тоже, как бы, не стоит забывать. Я понимаю это дело. Глава у нас сейчас 102 на подходе. Тут у нас уже, это самое, клин уже начался. Перевод пока что ещё не начинался. Но я постараюсь на этой неделе всё это сделать. Да, кстати, ещё глава Назаки недавно вышла, 118 уже. То есть мы довольно сильно остаём по главам Назаки. Но как только мы закончим с переполохом, мы будем начинать уже работать активнее с Назаки. Вот, значит, когда конкретно мы начнем работать с активнее по Назаки? Дело в том, что сейчас у нас вот ещё коронакризис, этот самый карантин. И в следующей неделе тоже всё ещё будет считаться карантиновской. Я сейчас учусь на удалённом обучении. То есть у нас пока что, вот до сего момента, у тебя пока что не очень много давали заданий. То есть там были какие-то задания, то есть мы их быстренько, я их быстренько по камере сделала. Есть сейчас два задания, которые, возможно, будут побольше времени займут. Там одно задание, допустим, к среде нужно почитать 50 страниц, и на них ещё какое-то задание. Там парочку вопросов на ответить по этим 50 страницам. Но страница не книжная, а это PowerPoint презентации. Но всё равно довольно-таки массивное такое задание. Дальше с 27 числа я выхожу уже в школу свою, уже ходить буду туда. И вот с этого момента я думаю, что уже времени у меня будет свободно вообще по нулям, потому что у нас начинаются скоро экзамены. Первый экзамен у нас будет 18 мая. То есть с 18 мая будут экзамены по 10 июня. То есть вот до 9 июня я буду сильно занята в учёбе, и мангой, скорее всего, заниматься не смогу. Ну да, скорее всего, вообще не смогу заниматься мангой, потому что я хочу нормально знать свои экзамены. Вот, поэтому я очень хочу за вот эту недельку, с 20 числа по 26 число, закончить полностью школьный переполох, и буду вам его потихонечку укладывать уже на читалочку. Далее что? Что касается других проектов, это тоже, естественно, всё только после 10 числа, 10 июня. И что касается видящих на ютубе, помните, я там делала какой-то рубрикатор, мне до сих пор он тут лежит. Я так посмотрела, там, ну, рубрикатор такой, как бы на тестовом режиме у меня был. И так получилось, что я вообще хотела с этим рубрикатором внедрить обратно руки по клину, да. Но так получилось, что именно уроки по клину я так и не смогла записать. То есть я выставляла видяхи с примерами по клину, а уроки по клину так у меня и не родились за всё это время. Вот, и да, и я так решила, что рубрикатор, конечно, весь хорошая, но, допустим, на следующий период, вот этот период, который до 10 июня, я всё-таки буду выкладывать как в прежнем пока что режиме, то есть через день какая-то видяшка, тематика вообще как бы независимо от рубрикатора будет, просто-напросто какую пихну, такую пихну. Вот, есть у меня уже несколько видяшек на готове, ещё парочку осталось сделать, чтобы вам было что смотреть до 9 июня. Ну а после 10 июня возвращаюсь, и будет уже более такой свежий, более живой материал. Вот. Я, кстати, почитала недавно комментарии, которые там все писали мне, ну вот, по крайней мере, до вчерашнего, до вчерашнего или до позавчерашнего, по-моему, до позавчерашнего, все комментарии, которые были, я их все почитала, постаралась на все ответить, то, что, ну, где можно было, там ответила. Этот был один человек, который, этот, назвал себя хейтером, да, он, так сказать, пару хороших советов дал, но я пока что ещё думаю, как-то стоит мне так делать, как он просит или не стоит, но подумаю ещё, честно говоря, честно скажу, что подумаю. Подумаю и потом отвечу конкретно, ну, в смысле, отвечу в виде таком варианте. Я ему там уже ответила, в принципе, да, то, что постараюсь это делать честь, но я пока ещё думаю. Ладно, всем спасибо за внимание, это уже, дальше уже лишние слова пошли опять-таки, а мне говорили, что надо меньше слов, больше дела. Всё, всем спасибо за внимание и счастливо!